Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лиса, но сегодня у нас будет не АСМР. Вы очень давно просили меня снять мукбанг в полном голосе, чайпитие. Я решила, что сегодняшний день подходит для этого как нельзя лучше. Давайте просто попьём чай, поднимем себе настроение этими яркими, прекрасными пончиками, потому что я поймала себе на мысли, что хочу сегодня чего-то яркого, позитивного, чтобы как-то отвлечься, может быть, несколько от этих событий, происходящих вокруг. Я уже заварила себе зелёненького чая, молочного. Ну что, с какого начнём? Мне очень хочется попробовать вот этот, это карамельный с попкорном, и он выглядит очень круто. Даже можно отколпать попкорнку. Посмотрите, какой красавчик. Более пончики. Я, наверное, вот этот съем целиком, а остальные потом разрежем на половинке. Ну что, со вчерашнего дня был введён в действие указ, который объявляет всю следующую неделю нерабочий. Я думаю, что это правильно. Меры нужно вводить экстренные. Что меня не радует, так это то, что банки в этот перечень, походу, не входят. Во всяком случае, нам ещё ничего не говорили о том, что мы не будем работать. Мы работаем в штатном режиме. Карамель. В штатном режиме, вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот я не понимаю, либо люди до конца не осознают всю серьёзность ситуации, но у нас не становится меньше посетителей, меньше клиентов. Нет? Нет. Просили, даже не то, что просили, был предыдущий там какой-то указ, да, который ограничивал перемещение, передвижение людей в возрасте старше 65 лет. Их просили не выходить без надобности на улицу, потому что эти люди, они как бы, ну, в группе риска. В основной. Естественно, в банке я вижу паспорта всех клиентов. дофигища, скажу я вам, мира УДА-65+, которые просто игнорируют это распоряжение. Я бы ещё поняла, знаете, если бы это были какие-то там экстренно важные операции, там, не знаю, человек снимает наличные или ещё что-то. Нет, ну, вот прям очень много каких-то таких рядовых операций, там, выписки по вкладам, ещё там что-то. Ну, то есть, то, без чего, ну, по сути, можно было бы обойтись на данный момент. Но нет, нет. Нам завезли маски, перчатки. Честно говоря, я попробовала посидеть вот, ну, постоянно в маске. Это невозможно. Есть такие маски, которые с клапаном. Ну, они практически не затрудняют дыхание, по идее. Я, правда, не пробовала в такой сидеть. Но у нас обычные вот эти бумажные маски, это невозможно просто. И реально, я полдня в ней посидела, у меня начала кружиться голова, потому что, ну, недостаточно кислорода поступает. Ты выдыхаешь, выдыхаешь углекислогаз, которым сам потом же дышишь. Ну, короче, сняла я маску. Поэтому только перчатки, только антисептики больше, собственно, ничем мы не защищены. Так, ну что? Я предполагаю, что все шесть я не съем, поэтому давайте их переполовиним и будем пополовинке пробовать каждого. А вот этот мне стало жалко резать. Он такой красивый. Давайте его поэтому просто просидим. Там сливочный крем. То, что надо. Знаете, я себя считаю достаточно здравомыслищим человеком. Стараюсь как-то адекватно реагировать на все происходящее, не поддаваться панике. Но мне как-то становится страшновато, серьезно. Потому что я понимаю, что, ну, всю следующую неделю, если действительно ведут такой карантин, а банки при этом не закроют, вся эта толпа хлынет в банк. Потому что люди, ну, я так поняла, не собираются сидеть дома. Карантин в школах ввели еще, кажется, на прошлой неделе, да? Я неоднократно замечала, что люди приходят в банк и приводят с собой детей. Зачем? Причем, ну, я бы поняла, если бы это были прям маленькие детки, которых, ну, не с кем объективно оставить, да? Потому что садики тоже закрылись. Нет, это вот, ну, допустим, там в 8-10 лет мальчику, вот папа его с собой зачем-то привел. Привел в организацию, где проходимость, ну, около 150-200 человек в день. Это столько у нас вот, ну, по очереди к вечеру клиентов бывает. И вот от этого всего становится как-то не по себе. Вся лента Фейсбука в этих новостях. Плюс у меня, ну, само собой, очень много друзей осталось на Украине. Они тоже там постят свои какие-то новости. Не менее пугающие. Какое-то безрадостное у нас получается видео. На самом деле, ну, действительно, все, что происходит сейчас, это страшненько. Вот. Ну, давайте оставаться разумными, рациональными. Не знаю, придерживаться всех рекомендаций. Все же знают, да, что вирус передается в основном воздушным путем. Это значит, что единственный способ уберечь себя, это снизить... Какой? Какой бы на взяли? Вот этот. Клубничный. Единственный способ уберечь себя, это просто минимизировать контакты. Снизить их вообще до минимума просто. Ну, и мыть чаще руки. Мне кажется, у меня настолько уже сухая кожа на руках. Я не могу постоянно мажу ее кремом, потому что очень часто мою руки, использую антисептик. Мне приходится работать с паспортами, с документами. Это как бы, сами знаете, рассадные бактерии. Ну, что ли, блядь? Мой маникюр, который все в прошлом видео почему-то раскритиковали. Судя по всему, мне придется с ним ходить теперь долго, потому что... Я не знаю сейчас, если все... Сама надея кроют. Ну, это правильно, я считаю. Пусть пока закрывают. Так что придется вам терпеть эти ужасные ногти. Давайте о чем-нибудь хорошем. У меня вчера у мужа был день рождения. Я, правда, работала вчера. И работала вчера полный рабочий день, то есть до восьми вечера. Плюс пока там кассу закрыла. В общем, дома была в девять. Но я успела поздравить его с утра. Я накануне вечером после работы забежала в Азбуку Вкуса и купила на Наполеон. У них очень вкусный Наполеон, ребята. Всем рекомендую. У меня муж просто безума от Наполеона. Это любимый его торт. Давайте теперь вот этот цветочек. Он с кремом из черники, кажется, или из голубики. В общем, видите, что-то фиолетовое. Вот, забежала, купила тортик. Спрятала его на балконе. И утром вчера, в день его рождения, я стою всегда раньше, собираюсь на работу, потому что у меня как бы дольше собираться. Разбудила его. Зашла в комнату в спальню с тортиком, на котором стояли свечечки. Вот эти, знаете, циферки? Типа поднявающее количество лет. Вот. Зашла с тортиком с горящими свечами, с пидарком. Спела ему песню Happy Birthday. Вот. Ну, а вечером мы так выпили бутылочку шампанского. Отмечать мы будем в субботу. Ну, как отмечать? Мы просто поедем в гости к его родителям, потому что сейчас как бы явно не до ресторанов, не до масштабных каких-то гуляний. И да, ты не круглая, так что. Забыла. Всё, хотела вам рассказать. Это какая-то дичь просто. Ну, опять в тему про коронавирус. К сожалению, опять к ней вернёмся. Это тоже клубничный. А вот этот, по-моему, тоже... Да, тоже с голубикой. Клубничный. Короче, есть такой сайт. Я не буду говорить название. Но я думаю, вы поймёте. Многие его знают, он известный. Это такой ресурс там с русскими сериалами, фильмами. Ещё там, по-моему, всякие телешоу можно посмотреть. Именно русские, которые идут на ТНТ, на Пятнице. В режиме онлайн там транслируются эти каналы. Ну, в общем, не суть. Сайт бесплатный. Единственное, что там перед каждым, если смотришь какой-то фильм или там сериал, да, вначале нужно просмотреть короткую рекламу. Короче. Вчера или позавчера? Позавчера, наверное. Я в шоке была. Я не знаю, правда это или нет. Потому что я потом не нашла никакой информации на эту тему дополнительной в интернете. Ну, открываю я там серию сериалов и вываливается. Мне реклама начинается. Короче, реалити-шоу, которое называется «Самоизоляция». Какой-то бред. Я две минуты слушала, и мне с каждой секундой реально вставали дыбом волосы на голове просто. И вообще, ну, это не вмещается у меня в голове. Значит, там, ну, сути, уже дословно не помню, но смысл в том, что 10 человек больных коронавирусом помещают в изолированное помещение со здоровыми. И типа, кто последний заразится или кто первый заразится, тот что-то получает, какой-то денежный приз или квартиру. В общем, ребят, это какая-то жесть. Это реально. Я смотрела просто в шоке. Я не знаю, что это было. Ну, мне это не померещилось, я это видела. Я потом не нашла никаких подтверждений в интернете тому, что это реально будет. Но если это будет, то это просто дно. Серьёзно. Это за гранью вообще всего человеческого. Добра и зла — это как-то жесть. Народу умудряется из всего сделать хайп, понимаете? Но это, по-моему, уже настолько... Короче, кошмар. Напишите, слышали вы об этом или нет, потому что, может быть, мне что-то, конечно, померещилось, когда я на работу собиралась утром. Но если это правда, то это просто омерзительно. Ой, уже белось. Давайте вот этот доедим. Но этот пробовать не буду, потому что он, в принципе, такой же, как и этот, тоже с черничкой. Вообще пончики — это добро. Короче, что я хочу сказать. Давайте как-то адекватно оценивать происходящее вокруг. Мне кажется, в такой ситуации единственный способ как-то остаться целым и невредимым физически и морально — это адекватно оценивать всё происходящее и реагировать соответственно на эти оценки. То есть, ну, объективно, давайте не ходить там по каким-то местам, где есть большие скопления людей. Давайте чаще мыть руки. Давайте поменьше шастать вообще сейчас особенно. Вообще лучше не выходить из дома без крайней необходимости. Тем более, если сейчас закроют всех на карантин. Не ходите в банк, пожалуйста. Ну что, ребят. Я уверена, что всё будет хорошо. Самое главное — не поддаваться панике, не поддаваться страху. Берегите себя, берегите своих близких. Соблюдайте все меры предосторожности, какие это возможно. Вот. Всех люблю. Всех целую. Ваши лиса. Шлю вам лучики добра. Всё будет хорошо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Украин успешно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...